Кто-то любит поострее, кто-то послаще. Это, как говорится, кому как нравится. Но вряд ли кто-то станет готовить еду из продуктов, срок годности которых истек. И тем более истек давно. Как у этой тушенки, например. Макароны по-флотски блюдо неизысканное, но легендарное. Впервые его якобы кок броненосца Потемкин приготовил. Приготовил и спровоцировал бунт, стрельбу, революцию. Матросы вроде как отказались есть испорченное мясо. А мы попробуем и приготовить, и съесть, и при этом не спровоцировать восстание в желудке. Срок годности этой говядины истек 36 лет назад. Но может ли она быть съедобна? Сколько на самом деле может жить еда, если ее правильно хранить? И что вообще значит хранить правильно? И насколько это сложно? А может ли еда быть бессмертной? Ответы на эти вопросы мы рискнули найти, естественно, в холодильнике. Но не в этом, а в самом большом на планете. В Арктику спецборд ФСБ России вылетел из Москвы поздно вечером. Наша цель – мыс Депо. Расположен он на полуострове Заря в Карском море. В радиусе нескольких тысяч километров, ни асфальтированных дорог, ни железных. Нет аэродрома, нет вообще ничего. Но именно там уже больше века длится, возможно, самый важный эксперимент для будущего каждого россиянина. В Арктике постигают секрет бессмертия – еды. Там же много лет дожидается нас и банка тушенки, которую мы пустим на макароны по-флотски. На край земли, туда, где почти никто не живет и ничего, кроме травы, пару месяцев в году не растет, летят 18 человек в связке с опытными полярниками. Те, для кого север – это лишь направление, противоположное югу. Через 11 часов сели в Диксоне. Здесь располагается самый крайне северный порт России. Живет всего 600 человек, и самолеты как птицы. Здесь появляются только летом. На край земли мы прилетели на самолете. А вот дальше придется лететь уже на вертолете. Такая, казалось бы, простая пересадка. Нередко занимает здесь и две недели, когда погода нелегка. Но нам повезло, сегодня солнце светит и плюс 9. Это, пожалуй, самый теплый и летний день в году на Диксоне. И сразу график пришлось перекраивать. Сначала думали горить что-то. Оказалось, клубы тумана затянуло часов на пять, прикинули летчики. Впрочем, для Диксона это маленькая заминочка. Вылет – отложение. Как продлить жизнь мясу? Хранить столько-то дней при такой-то температуре, такой надписи на наших 36-летних консервах? Нет, это не значит, что они вечные. Просто стандарты этикетки были другими. Ясно, что лимит хранения есть. И если его просрочить, то содержимое – жести – аппетит испортит надолго. Однако есть вариант, при котором гастрономические качества нашей тушенки не пострадают. И после нескольких месяцев выдержки, и даже после нескольких лет. Причем просрочить и не испортить можно даже в условиях домашних. Но бытовой холодильник, как ни странно, в этом не помощник. Селенок не хватит. Минус 28, минус 30 действительно признаны температурами, которые сегодня оптимальны для хранения, длительного хранения замороженных продуктов. В частности, мяса. Но минус 28 градусов – показатель недостижимый для рядового холодильника. Максимум, до которого может опуститься температура в этом холодильнике – 19 ниже нуля. Варианта два. Или приобрести более мощный холодильник, или взяться за лопату. Если погреб устроить на глубине 15 метров, температура в нем будет постоянной, где-то плюс 8 в средних широтах. Такая яма уже может заменить холодильник, однако с морозильной камерой ей не тягаться. Нужен лед, и получится ледник. На Руси ими уже в 12 веке пользовались. Обкладывали древесным срубом, застилали льдом поверх щепней бересты и раскладывали по полкам рыбу, мясо, овощи. Если все это приправить еще и современными технологиями, поместив на дно термоконтейнеры, то мясо пролежит внутри года полтора и будет съедобным после разморозки. Но там, куда мы летим, ни холодильник не нужен, ни глубокий погреб. Через 5 часов ожидания в Диксоне вертолетчикам дали добро на вылет. Место высадки в 500 километрах севернее самого северного поселка на планете. Те, кого усталость не одолела, увидели в иллюминаторах почти неизученную Арктику. Кстати, зрелище редкое. Снега практически нет, а ведь он здесь и летом обычно не тает. Вещи и оборудование перетащили ближе к берегу. Дело было вечером, а потому нужно было срочно возводить лагерь. Палатки разбили именно там, где в 1902 году впервые ступила нога человека барона Эдуарда Толя. Из его мемуаров можно твердо усвоить то, что Арктика редко принимает гостей радушно, а те нередко остаются в ней навсегда. Арктический эксперимент по изучению долголетия продуктов дворянин начал случайно, и случайность эта была трагической. 110 лет назад сюда же, в залив Мидендорфа, вошла паровая яхта «Заря». Вошла и, как часто это здесь бывает, задержалась. Почти на месяц выход из залива преградили льды. В те времена гнали корабли в Арктику, ледяной ветер, двигатели и чувство патриотизма. Перед руководителем экспедиции, бароном Толем, стояла задача закрасить белые пятна на карте мира цветами имперского флага царской России. Выдающийся геолог и путешественник искал загадочную землю Санникова. Предполагалось, что это арктический курорт, согреваемый вулканом. Ее никто не видел, но вполне реалистично такую романтическую фантазию экранизировали впоследствии в одноименном фильме. Вот. Неужто она? Это и есть загадка земли Санникова. Вулкан согревает почву, а кольцо высоких гор защищает долину от холодных ветров. Ну и земля сама и варит, и жарит. Булькающие лужи грязи снимали на Камчатке, безмолвную ледяную пустыню в Финском заливе, а этот живописный закат в Ялте. Землю Санникова так и не нашли. А ведь миф о ее существовании подогревали и ученые уста, в частности, орнитологи. Треть прошлого века были уверены, что полярные гуси, например, выводят потомство на гостеприимной земле Санникова. Но где же еще? Позже выяснилось, что птицы весной, оказывается, летят не на север, а через Северный полюс в Канаду и США. Эдуард Толь этого знать не мог. Барон рискнул, и больше его никто не видел. Лишь дневник нашли. В нем исследователь, предчувствуя, что останется в Арктике навсегда, попрощался с семьей. Что совершается в моем сердце, когда думаю о своих любимых? Я не в силах передать на бумаге. И в нескольких строках описал свой путь, нельком упомянув о продовольственном схроне. Продукты были закопаны во время той самой вынужденной стоянки в Арктических льдах. Это место на глобусе, кстати, так и называется. Склад. Только на французский манер. Депо. Я велел зарыть ящик с 48 банками щей, 6 килограммов сухарей, ящик овсянки, сахар, шоколад, чай. Яма обозначена деревянным крестом. Но разве мог голодный до географических открытий исследователь предположить, что совершит прорыв в области пищевой промышленности? В 1973 году на мыс Депо прибыли уже советские полярники. Задача, казалось, была невыполнимой, но столб отыскали, несмотря на то, что ветер сломал его пополам, а время изрядно потрепало. Знаете, как в детстве, когда мы монетку переворачивали, бумажку клали и простым карандашом смотрели, что там герб отражается. Так же сделали здесь. И на нем просто белая надпись на столбе «Отаря». Члены экспедиции взялись за лопаты и стали копать. За несколько дней вырыли лишь метровую яму. Но почему так долго копали, станет ясно чуть позже. Так вот, на дне ямы были цинковые ящики. Захоронение консервов, сухарей, каши и шоколадок. Лопаты отложили. Взялись за вилки и ложки. Это, конечно, было противозаконно. Есть будущие музейные экспонаты. Однако именно благодаря хорошему аппетиту и гастрономической смелости полярников выяснилось, продукты, пролежавшие 70 лет в земле, съедобны. Одна из тех самых банок хранится теперь в лаборатории НИИ Росрезерва под пристальным наблюдением ученых при постоянной температуре. Те самые Толевские щи. То есть вот такой дизайн банки вовсе не рекламный ход, а реальные старины предания. Все без обмана. 1900-й год выпуска. То есть получается, что это самая старая, но при этом съедобная еда в России. За эту жестянку коллекционеры выложили бы немало золота, ведь таких всего несколько уцелело. Содержимое остальных разошлось по колбам и микроскопам лабораторий. Толевским кладом заинтересовались все 10 отечественных пищевых институтов, а также Росрезерв. Мало кто знает, но еды даже в самые тяжелые времена нам всем хватит. Хранение этих запасов едва ли не самая затратная. Статья бюджета и одна из самых важных стратегических задач. Потому информация с ней связанная крайне секретна и освещается очень редко. Если кто-то не знал, как выглядят закромородины, то выглядят они так. Тысячи тонн, в данном случае тушенки, расфасованы по консервным банкам, уложены вот в такие картонные коробки, которые штабелями стоят вот в таком складе. Все это, так сказать, на всякий случай. Какой? Востребованные эти запасы были уже много раз, но наиболее сильных пустошали всего два раза в истории. Во время Великой Отечественной и в конце 90-х прошлого века перестройка. Это самые голодные времена. Три месяца все население России может продержаться на государственных пайках. Представить колоссальность этих запасов действительно сложно. Вспомните свой завтрак, обед и ужин. Умножьте это сначала на 90 дней, а потом еще и на 140 миллионов соотечественников. Высота горы немытой посуды за три месяца сравнялась бы с расстоянием от Земли до Луны. О важности продовольственных резервов говорит тот факт, что в сентябре 1941-го одна из первых авиабомб, упавшей на блокадный Ленинград, приземлилась именно на пищевой склад. Немецкий план взять город на Неве измором почти сработал. Из-за голода, напомню, погибли 640 тысяч его жителей. Росрезерв Росрезерв — это не просто склады, на которых консервы безмятежно ждут своего обеденного часа. Это живой механизм. Хранилища, разбросанные по всей стране, на их содержание тратятся миллиарды. А так как, к счастью, востребованы эти запасы крайне редко, то со временем их срок годности просто истекает. И раз в несколько лет продукты необходимо менять на свежие. Вполне логично, что, узнав о древних, но съедобных щах барона Толя, в Росрезерве задумались о перспективе хранить государственные запасы в Арктике, где мясные консервы могут лежать и не портиться. Если не вечно, то 110 лет точно, и никаких холодильников не нужно. Самыми расходными статьями бюджета станут зарплаты сторожа и электрика, который будет менять лампочки. Хотя в Арктике лампочки 6 месяцев из 12 вообще не нужны, как ночь наступила, никто и не заметил. Увидеть закат в этих широтах можно лишь раз в году, как и рассвет. С середины мая по начало октября солнце бегает вдоль горизонта и вроде бы садится, но скорее не садится, а приседает и затем снова идет на взлет, сводя с ума бессонницей гостей. Руководитель экспедиции Владимир Леденев спал лучше остальных, он ведь самый опытный полярник. Кстати, перед камерой он едва ли не впервые, хотя участвовал и в этом легендарном походе на Северный полюс в 1979 году. Тогда советские полярники проложили лыжню от материка к оси планеты, наследив при этом в книге рекордов Гиннеса. Был и еще десяток героических походов, редко Владимир Леденев мелькал в кадре, потому что обледеневшими руками эти кадры снимал на камеру. Склад обнаружили при помощи почти пиратской карты. 14 шагов от столба на север, 12 от большого валуна на запад. Металлоискатель подтвердил, сокровища барона Толя должны быть именно здесь. Во, вот точно-точно центр, ребят. Антону повезло. Он первым дошел до первого истинного предмета, фиксирующего данный склад. Те, кто помоложе, подумал, что на этом-то работа и закончится. Однако найти склад – полдела. Дальше, в смысле глубже, начинается вечная мерзлота. Твердость ее феноменальна. На то, чтобы выдолбить яму глубиной по колено, раньше у полярников уходили сутки. Ты лому колешь, она у тебя кольцами, как стружка вот, завивается, то есть не отламывается. Видно, что она не поддается. Она не хочет пускать в себя человека вечную мерзлота. В этом году лом и кирка не пригодились. Чтобы вскрыть мерзлоту, в Арктику доставили компрессор, пневматический перфоратор и пилу с алмазным покрытием. Но даже ей пришлось не сладко. За то, что вечная мерзлота такая непробиваемая, все россияне и даже полярники, которым приходится потеть в борьбе с ней, быть Арктике очень признательно. Ведь именно благодаря ее твердости природный газ, например, которым так богата наша страна, копится в недрах, а не просачивается наружу. Уже в 20 сантиметрах от поверхности температура почвы колеблется от минус 35 до минус 40 градусов. Эти запасы холода занимают 60% всей территории России. И доказательств того, что использовать Арктическую стужу можно с выгодой, достаточно. Мы в одном из крупнейших палеонтологических музеев России. Здесь и саблезубль тигры есть, и шерстистые носороги, возраст которых 20 тысяч лет. И, конечно же, мамонты. Целое стадо. Когда ископаемых слонов находили вечный мерзлоте, выглядели они, конечно, не так идеально. Однако есть экземпляры, у которых сохранились не только кости, но даже шерсть и мясо. А ведь пролежали гиганты в земле по 50 тысяч лет. И все это время мышцы и сухожилия не разлагались и не гнили. Они лишь выщелачивались. То есть мускулы превратились в нечто, напоминающее кирзовые сапоги. Вечное мерзлотание позволяет разлагаться мягким тканом. И мы получаем вот эти уникальные находки. Находились такие люди, которые пробовали, скармливали собаками, люди, которые пробовали это мясо есть. Оно, то есть, может быть, на большого-большого любителя экзотики. Вкусовые качества отсутствуют, и питательные минимальные. Но питательная польза все же сохранилась. Если очень прижмет, то и эту ископаемую лошадь, ее находка, кстати, сенсация. И до этого момента ее лишь несколько специалистов видели. Так вот, ее можно размочить в воде и съесть. А ведь кобыла угодила в ледяную ловушку десятки тысяч лет назад. Алюминиевые бидоны из вечной мерзлоты вынырнули ближе к вечеру. Продукты хранятся в них, потому что те легкие и не ржавеют. Чтобы не разгерметизировать вклад, дальше землю приходится откалывать при помощи стамесок. Это еще несколько часов ручной работы. Первыми вдохнули свежего воздуха карамельные конфеты. Леденцы пролежали, но они как новенькие. В вечной мерзлоте они провели шесть лет, а эта водка томилась в земле в пять раз дольше. О, беда, живая! Живая! Молоко сгущенное и сухое, консервированная говядина, свинина и даже конина, вяленая колбаса, несколько бутылок водки и разных настоек. Меню богатое. Совпадение или нет? Однако именно в этот момент у лагеря объявились наиболее прожорливые гости – белые медведи. Медведи появились здесь, потому что мы – самая вкусная и легко доступная пища на ближайшие несколько тысяч квадратных километров. И когда так неожиданно он подходит, приятного очень мало. Ну, начинаешь там прыгать, как шаман, в какие-нибудь кастрюли бить. Когда же совсем близко подходит, ну, пару раз в воздух стрелять. Именно ружье и выручило. Как не хотели, расчехлить его пришлось. Медведи ретировались, оставив всех в замешательстве. Впервые за несколько дней Арктика оскалилась. По одиночке ходить категорически запрещается. Одно дело, когда ты находишься в зоопарке и смотришь на него, и любуешься, ты знаешь, какой-то есть барьер. Но когда ты находишься здесь, встречаешься, сначала это чувство переходит в страх, а потом в ужас. Ужас заставлял новоявленных полярников постоянно оглядываться и ворочаться во сне. Визит косолапых хищников многими еще долго снился. Мы лежим в палатке, и тут так разрывается палатка, а туда заглядывают медведи, интересуются, кто тут спит. В холод можно сохранить не только основное горячее блюдо, но и гарнир из овощей, и даже фрукты. Монахи северных монастырей еще много веков назад нашли способ, как сохранить, например, яблоки на протяжении целого года сочными. Часть урожая монахи покрывают воском и несут к озеру. Фрукты помещают в сеть, привязывают к ней что-нибудь тяжелое и топят. Опуститься груз должен был на ту глубину, где вода не замерзает зимой и не прогревается даже в самые жаркие дни. Подводным жителям восковые яблочки не по вкусу. Наливные не высыхают, а потому и через полгода отличить их от свежесобранных довольно сложно. Биологические процессы замедляются уже при температурах около нуля градусов, а биохимические будут, наверное, пропорционально понижению температуры. Пропорции такие. Понижая температуру на каждые 12 градусов, продлеваем срок хранения продуктов в два раза. Хранить еду вечно. Так возможно ли это? Сто лет мясные консервы пролежали здесь, в вечной мерзлоте Арктики. 40 лет назад полярники их нашли, попробовали и решили случайный эксперимент барона Толя. Возможно, самый важный эксперимент для будущего всех россиян продолжить. И вот на мысе депо работают члены уже шестой экспедиции. От результатов именно ее работы во многом зависит, станет ли Арктика огромным продуктовым хранилищем или нет. Как десятки лет проведенные в вечной мерзлоте сказались на колбасе, тушенке и сгущенном молоке, которые именно сейчас достают лаборатории 11 биолого-технологических институтов, уже на готове. Однако на третий календарный день произошло то, чего все и опасались. Погода нормализовалась, то есть стало очень холодно и сыро. Поднялся ураганный ветер, встал вопрос, а смогут ли ученые продолжить вековое наблюдение. Хранилище стало превращаться в бассейн с ледяной водой, а земля под ногами исследователей пищевых аномалий в кашу. Лило явно сильнее, чем из ведра. Вычерпывать воду не успевали. Погода замечательная, способствует работе, заставляет работать быстрее. Я думаю, что если было бы немножко холоднее, вот может быть даже ощущение, что сейчас попадет снег. И снег пошел, мокрый. Влажность воздуха стремилась к стопроцентной отметке. Это когда промокаешь даже от дождя спрятавшись, а вещи и у костра не сохнут. Ведь не наберешься на всю экспедицию носок, тебе сушить негде. На груди просто. Просто на груди, да. Ну, на животе, на груди, кто как так отцом. Кладут все на ночь, они высыхают. И когда казалось, что все пропало, что Арктика безапелляционно решила эксперимент барона Толи прервать, дождь вдруг закончился. Ученые поспешили закопать почти сотню банок консервов, крупы, семена злаковых и впервые. Настоящую жизнь благородных бактерий отбирали, как космонавтов. Это различные микроорганизмы. Это бактерии, дрожжи. Вот коллекция этих микроорганизмов, она создается десятилетиями, столетиями. И уходит очень много сил, труда, профессиональных работников на поддержание этих микроорганизмов. В то же время условия холода позволяют гарантированно сохранить эти микроорганизмы практически неограниченно. Наверняка у многих сотрел вопрос, так при чем же здесь Арктика? Зачем забираться так далеко, чтобы изучить холод? Есть гипотеза, что феномен вечной мерзлоты не только в том, что температура почвы очень низкая и почти не колеблется. А еще и в самых маленьких ее обитателях микробиологи предполагают, что в промерзшей земле заполярии обитают пропионово-кислые бактерии. Они являются хорошим природным консервантом. Их близкие родственники обитают, например, в йогуртах, где успешно борются с патогенными бактериями. Если это удастся доказать, то это будет колоссальное научное открытие. Вот, к примеру, колбаса, которая пролежала в алюминиевом бидоне без всякой синтетической упаковки и полностью сохранила цвет, запах и вкус, лишь слегка подгнив с одной стороны. И это за 6 лет. В Арктике ученые установили не только рекорд по количеству членов экспедиции и объемов, заложенных в землю продуктов, но и датчики. Они ежедневно будут фиксировать малейшие колебания температуры почвы. Теперь устанавливаем оборудование, которое будет служить нам верой и правдой. Замаскировав место захоронения свежим дёрном, полярники отправились сначала за дровами. Деревьев здесь нет. Это то, что когда-то сплавляли по Енисею, но упустили. Три, четыре. Оп! Затем в столовую. Во время последнего арктического ужина ели и то, что привезли в тундру с собой сейчас, и то, что было доставлено сюда многие годы назад. Жизнь продолжается, и экспедиции тоже. Три, четыре. Ура! 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 Ну вот, на этом миссию чистой экспедиции к мысу-депо можно считать практически выполненной. Осталось только до Москвы добраться и передать извлечённые из-под земли продукты в лабораторию на экспертизу. А снова заглянуть в морозильную камеру этого естественного холодильника можно будет только через шесть лет. Арктика долго и умело хранила свои секреты, но, возможно, теперь пришло время их раскрыть. По плану, эксперимент в тундре продлится ещё 40 лет. Но, может, в этом и не будет надобности, и вместо секретов вечная мерзлота будет хранить еду? Колдовая запаса, которая здесь, подходит в то время, когда эти запасы будут востребованы. И, в общем-то, Арктика, как и раньше говорили, это не только фасад России, но это богатство России. На следующий день решили использовать минуты, оставшиеся до появления вертолётов на горизонте, и решились на заплыв. Не все. Море всё-таки не красное, а карское. Это, пожалуй, был самый опасный эксперимент за время экспедиции. Температура воды 4,5 градуса. Хорошо? Хорошо. Очень хорошо. Свежо. Айс. Единственным напоминанием от цивилизации, которая посещала эти места, стали монетки, которых члены экспедиции набросали в океан столько, что от судьбы посетить полуостров снова им теперь точно не уйти. Обратная дорога снова на вертолёте, затем снова на самолёте, через Диксон, в Оркуту, через семь областей в Москву. Что снилось обессиленным членам экспедиции, известно только им самим. Может, кому-то мерещились белые медведи, кому-то, возможно, престарелые консервы. Кто-то наверняка скучал по дому, и уж точно нашёлся среди дремлющих тот, кто грезил о крайнем севере, который перестанет быть меккой для отшельников, а его беспощадный холод подарит, наконец, бессмертие не только погибшим во льдах героям, но сперва еде, а там уж и кто знает. А что касается наших макарон, то их главное было не переварить. Теперь смешаем наши макароны с просроченной тушёнкой. И вуаля, блюдо в душком революции и аппетитным запахом мяса готово. Восстанию в желудке не быть. Вечная мерзлота, как мы выяснили, вечностью делится. Так что есть это блюдо можно без какого-либо опасения, чем я, собственно, сейчас и займусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова